С удовольствием вам представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Владимирович Лубянцев, папа нашего главного героя. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, довольны вы сегодняшним выступлением? Да, вы знаете, что удивительное, уникальное всегда освоение звука, вот звуковые краски, во-первых. Во-вторых, это удивительное все-таки воображение. То, чему мы их учили с детства, представлять, воображать, играть своим эмоциями и картинами, какими-то сказками, увлекательными сценариями, вот сейчас это воплощается. Даже, смотрите, 31 соната Бетховена, очень проблемная, сложная, философская, как казалось бы, и вот она все равно притягивает своим каким-то целеустремленностью, какой-то, что дальше, что дальше, и интересом захватывает. Ну и Равель, конечно, это совершенно бесподобно. Это сколько труда надо сделать, чтобы вообще звук такой воспроизвести и такие красочные вот такие какие-то мазки воспроизводить, чтобы это все было слеплено в одну единую какую-то мысль. И мысль, и пространство, и вообще как бы вот захватывает. Оно действительно впитывает и публику, и публика впитывается вот этим. А это вы подсказали, или это его собственное решение? Такие совершенно контрастные произведения абсолютно, абсолютно о разном. Действительно, вот это божественное, уводящее куда-то ввысь 31 соната, и вот этот недотыком коморок, вот все вот эти порождения какого-то страшного, темного, низкого мира. Нет, вы знаете, он мыслит абсолютно абстрактно сам, абсолютно по-своему, и совершенно не зависит ни от кого. То есть вот это может быть и плюс, может быть и минус, но он, конечно, консультируется с кем-то, наверное, может быть, и со своим профессором Виктором Сауловичем Портным, но он все-таки сам все выбирает. Вы знаете, я, естественно, вот с Александром практически первый раз общалась. То есть сначала мне показалось, что он очень хрупкий такой, очень ранимый, а потом я поняла, что нет, на самом деле там есть что-то вот внутри очень такое цельное и чёткое, и он может реагировать на какие-то оценки, на чьё-то признание, но внутри он видит и чувствует что-то очень своё собственное. Да, вы правы, вот как все мальчишки, они как бы богатыри, бойцы, вот, но он очень действительно и чуткий, и ранимый. То есть вот он всегда в семье уступит всем, женщинам уступит всем, но когда у него есть свои какие-то такие решения, как сыграть, как исполнить, конечно, он сам уже стоит, сам играет, и вот говорят, какой-то он худенький, значит, его не кормят. Вот, но он, видите, силы добывает изнутри, действительно, это энергетика. Семья-то большая, да, два человека, всего мужиков-то, отец мой, да я. Вот у вас так получилось, что у вас много девочек и один мальчик. А вот чувствуется, что это какой-то музыкальный лидер, или в семье это не очевидно, потому что старшие сёстры пианистки, флейтистка у вас, скрипачка? Да, у нас есть потрясающие музыканты, и они просто... Видите, девочкам, наверное, сложнее выходить на такой олимп, потому что они, может, ещё более чуткие, может быть, не такие мальчишки, как он, мальчишка, но вот как музыканты, они действительно иногда слеза прошибают. Вот как играют девчонки, как научены. То есть хорошие педагоги, хорошие, талантливые всё-таки ребята. И мне повезло, что я как бы соучастник того, что получилось вот из этих детей. Ну, вы ведь сами руководите школой. Да, да, директор школы. А какая школа? Расскажите о своей школе. Школа Рощино, Выборгский район Ленинградской области. Это буквально на границе с Петербургом. Школа, ну вот у нас 257 учеников. Это, как я вот уже упоминал, третья часть всей общеобразовательной школы, которая у нас существует. То есть третья часть у нас охваченная вот таким вот культурным. Даже это не досуг, конечно, а трудом. Трудом, который вот детей поднимает, возвышает, и у них глаза действительно становятся более такие этические, может быть, культурные, какие-то ясные, светлые и возвышенные. Сколько лет Вы уже преподаете? Вот 33 года. Ну это действительно срок. Очень многое прошло на Ваших глазах. Я так понимаю, что Вам удалось сохранить свою школу в очень тяжелые годы? Да, в любые времена, Вы знаете, что удивительно, народ тянется. У нас всегда очередь в школу, всегда очередь детей. И у нас всегда есть отбор. Ну, правда, отбор не такой вот, как в Москве, в Петербурге. Там ребята элитные, конечно, могут приходить. У нас все дети учатся. Но среди этих детей тоже у нас какой-то всегда бывает отбор. И очереди, я удивляюсь. Ож, школа сохраняется благодаря, видимо, и, ну, каким-то заслугам, победам детей на конкурсах. Все равно мы выезжаем, выступаем везде. Молодцы. Ну, я так понимаю, что проблем-то у Вас немало? А проблем очень много, конечно. Сейчас вот сложное бюджетное финансирование, хотя бесплатное обучение. Мы не имеем финансовых каких-то вот, ну, средств от родителей. Раньше у нас были эти средства. Мы могли что-то приобретать. Сейчас у нас добровольные пожертвования. Это довольно, ну, проблемно. Кто-то может заплатить, кто-то не может, конечно. Ну, я так понимаю, что много проблем. Конечно, хочется пожелать школе Врущина Прответания, вот в школе во главе с директором Лубянцевым. Ну, а я приглашаю Вас сейчас на второе отделение концерта пианиста Александра Лубянцева, как сказал Александр. Он будет играть два своих любимых опуса. Три мазурки и третью сонату Фредерика Шопена. Спасибо вам большое. Спасибо вам.